Здравствуйте, друзья! Не удержался я и с выставки ABC из Амстердама притащил себе очень хороший свет. Свет я попробую вот на моей дочке. Ее зовут, между прочим, Анна Мария. Пожалуйста, это она. Привет! Да, она вот чудесная. Понимаешь, личико у нее симпатичное, поэтому свет я, наверное, на ней покажу. Но, друзья, прежде всего, давайте я вам расскажу, что такое отличный свет. Или, скажем так, идеальный свет. С точки зрения изобретательства, идеальное устройство в технике описывается очень просто. Это устройство нет, но функции его выполняются. То есть, какой бы свет должен быть идеальный. Света нет, но функции его выполняются, да? Для начала вырубим наш хороший свет, чтобы показать вам идеальный. Вырублю. Хоп! Вот, все, нет его. Я разверну камеру, ребята, и покажу вам идеальный свет. Вот, друзья, вот от этого окна у нас идет идеальный свет. Ну, друзья, вы спросите, и что в нем такого идеального? Вот в этом вот свете, да? Вот меня, например, сейчас не видно, да? Но мы ведь не на меня его будем сейчас направлять. Вот, например, мою дочку, которая сидит немножечко наискосок от окна и чуть-чуть ниже его. То есть, свет падает немного сверху и сбоку. Большим-большим широким облачным потоком, да? Вот, небо сейчас пасмурное. Давайте посмотрим сейчас, просто без всяких дополнительных источников, как падает этот свет на мою дочку. Я сейчас включил камеру с той же самой экспозицией. И мы видим, что все темно, скучно и неинтересно. Нам нужно приподнять экспозицию. То есть, нам нужно, может быть, увеличить временной интервал открытия затвора, да? То есть, шаттер, да? То есть, снизить его, например, до 50. Я потом расскажу, зачем. Открыть диафрагму. Диафрагму всегда открывать полезно на портретах. И, конечно же, если этого не хватит, то увеличить ISO. Поехали. Первое, что мы делаем, это мы диафрагму. Вот на этом объективе у нас диафрагма 2,8. Темно нам еще. Теперь мы шаттер до 50. Делаем 50 шаттер. 50. Вот так сделали. И все равно еще темно. Увеличиваем наше ISO. 20, 80. Вот, друзья. А теперь попросим Аню развернуться. Аня, разверните сюда, пожалуйста. Видим, что у нее сейчас на лице пересвет. Чуть-чуть прижмем. Возьмем не 1600 ISO, а 800. Вот так, 800 ISO. И что нам здесь не нравится в этом нашем светлее? Ну, во-первых, лицо должно быть акцентировано. Сзади у нас с вами стоит большая коробка, которую у нас сейчас рекламируют. Это запчасть от Zhiyun Crane. Давайте уберем его отсюда. Она белая. Нехорошо выглядит. Сейчас у нас, друзья, с вами свет, ну, очень прямой. И свет идет у нас вот в основном вот на эту щечку. А такой есть закон, что нам бы светить на ту. То есть, поэтому мы можем Аню просто взять и попросить ее, чтобы она развернулась. Аня, чуть-чуть берем и разворачиваемся. Вот так. А еще сильнее. Еще сильнее развернется. Еще сильнее. И теперь можешь смотреть вот, ну, например, сюда. Вот так вот. О! И обратите внимание, друзья, вот сейчас у нас свет. А, и смотри, теперь вот отсюда вот так вот. Смотри, да, не разворачивай, можешь лицо вот туда, носик. А теперь и глаза сюда. Вот так. И на нас. И обратите внимание, друзья, да, что сейчас у нас лицо, ну, практически идеально освещено. Мягкая-мягкая светотень идет. Очень такое нежное, приятное освещение. Друзья, что мы сейчас сделали? Мы с вами воспользовались нашим идеальным освещением. То есть, мы не включали никакой свет. Вот, допустим, если у вас есть идеальное такое окно, то, в принципе, ну, вам ничего не надо. Может быть, тут немножечко можно добавить небольшой акцентик. Давайте вот попробуем немножечко сзади чуть-чуть засветить вот каким-нибудь интересным фонарем. Она тоже вот у меня Sunwell. Тоже вот с выставки его притащил. Смотрите, какой он. Кругленький. Очень много у него применений вот для этого полукруга. Ну, в частности, например, сейчас мы... Что мы сделаем сейчас? Сейчас мы засветим, небольшой акцент дадим на контровой и дадим сразу немножечко акцент на наш фон. Одним и тем же фонарем. Ну, давайте вот включим и попробуем. Раз. Вот смотри. И вот можем. Вот так вот, вот отсюда. И чтобы у нас какую-нибудь романтику... Друзья, поскольку свет изменяется, цветовая температура, чтобы какую-нибудь романтику добавить, мы с вами можем добавить ему теплоты, да? То есть, цветовую температуру снизить. Вот так вот, вот. Она уже просто не в холодном освещении, а какой-то вот теплый, небольшой блячок идет. Вот, ребята. И теперь мы возьмем и сделаем такой портрет. Просто портрет. Вот возьмем сюда и сделаем. И сделаем, сделаем, сделаем небольшой портрет. Вот видите, даже сейчас уже такая небольшая нежность появилась на волосах. И даже вот на заднем фоне не такой он уже стал технократичный. А если сделать его еще потеплее и еще поактивнее, то у нас получается такой тепленький, нежненький, чуть-чуть с небольшим блячком вот здесь вот, да, на волосах. От какой-то вот лампы, да, от какого-то торшера, да, уже портрет, да? Вот, друзья. А если мы поставим с вами свет холодный сюда, то у нас блик будет более энергичный, да? Вот, например, возьмем сейчас и более энергичный сделаем. На уровне чуть-чуть, смотри, белый, да, светлый, сияющий, да? И он уже такой более энергичный, да? Вот эта девушка получилась более энергичная. Вот. Друзья, сейчас я вам показал практически идеальный свет. И в следующий раз мы продолжим. А хочу я продолжить тестированием вот этого вот света Sunwell, который, я говорю, очень хороший. И я потом вам расскажу, чем я считаю очень хорошим. Ага, знаете, что я вам не показал? Забыл, 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 забыл. А надо было камеру с противоположной стороны поставить. И тоже в идеальном свете. Но когда он с другой стороны, друзья, это совсем другой характер света. Вот я благодарен этому Sunwell, который я притащил с выставки, за то, что он меня вдохновил. Друзья, самого-самого нам с вами доброго, радостного и светлого. Подписывайтесь, а?